Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим медовый торт. Один из самых вкусных и любимых тортов, которые наверняка обожают многие сладкоежки, это, конечно, медовик. При соблюдении всех нюансов приготовления торт получается нежный, мягкий и невероятно вкусный. А сметанный крем, который идеально гармонирует с медовым ароматом коржей, готовится буквально за 5 минут. Подготовим все необходимые ингредиенты для приготовления коржей. В кастрюле с толстым дном соединяем натуральный мед и сливочное масло. Мед можно брать как жидкий, так и густой. Вкус коржей очень зависит от меда. Чем темнее будет мед, тем более насыщенный медовый вкус будет у торта. Растапливаем медово-масляную массу на небольшом нагреве до однородной консистенции, не доводя до кипения. Если у вас нет кастрюли с толстым дном, то топить нужно на водяной бане. Сразу добавляем соду и перемешиваем. Масса посветлеет, мед погасит соду. Если мед искусственный, то соду нужно погасить уксусом или лимонным соком. Добавляем сахар, соль и тщательно перемешиваем. Теперь по одному добавляем яйца, каждый раз хорошо перемешивая до однородного распределения. Снова ставим кастрюлю на плиту и постоянно помешивая добиваемся полного растворения сахара. Масса снова посветлеет и начнет пениться. Даем медовой смеси немного остыть и постепенно добавляя просеянную муку замешиваем тесто. Количество муки может потребоваться разное, это зависит от ее влажности. Добавляем муку в кастрюлю до тех пор, пока будет возможно перемешивать тесто ложкой. Мне на этом этапе понадобилось 450 граммов муки. Вам же может понадобиться больше или наоборот меньше. Смотрите по консистенции теста, но не торопитесь сильно забивать его мукой. Как только станет трудно мешать, присыпаем стол мукой и выкладываем тесто. Сверху также посыпаем мукой и замешиваем тесто. Оно должно оставаться слегка липким и если его оставить на некоторое время, то оно как бы слегка растекается. Это признак идеального теста для медовых коржей. По необходимости посыпаем мукой, формируем из теста жгут и разделяем его на 9 частей. Каждый кусочек скатываем в шарик и укладываем на доску, присыпанную мукой. Прикрываем пленкой, чтобы сверху не образовалась корочка. Это тесто не нужно охлаждать, ставить в холодильник, можно сразу приступать к выпечке медовых коржей. Заранее включаем духовку и прогреваем до 180 градусов. Раскатываем каждый кусочек теста сразу на пергаменте или на тефлоновом коврике. По необходимости посыпаем мукой. Раскатываем очень тонко и вырезаем нужный диаметр. Я использую для этого кольцо-резак диаметром 22 сантиметра, но этого теста вполне хватит и на диаметр 24 сантиметра. Вырезать нужный диаметр также можно с помощью тарелки, крышки от кастрюли или разъемной кулинарной формы. Полученный корж часто накалываем вилкой для равномерного подъема. Перекладываем коврик вместе с раскатанным тестом на противень, который для удобства можно перевернуть вверх дном. Выпекаем корж вместе с обрезками в заранее прогретой духовке на среднем уровне около 4-5 минут. Коржи готовятся очень быстро, они красиво румянятся и увеличиваются в объеме. Время выпечки, конечно же, зависит от возможностей вашей духовки. Готовый корж снимаем с коврика или пергамента, сразу же перекладываем на ровную поверхность и даем полностью остыть. Горячие коржи могут слипнуться, поэтому складывать стопкой их можно только после полного остывания. Так выпекаем все коржи. Немного расскажу, как сделать это быстро и не терять времени даром. Раскатываем первый корж и ставим печься в духовку, а тем временем на втором отрезе пергамента или на тефлоновом коврике уже раскатываем второй. Вынимаем готовый корж и сразу же печем второй, раскатывая третий. Получается своеобразный конвейер. Обрезки теста, которые пеклись вместе с коржами, складываем в отдельную миску. Когда они полностью остынут и затвердеют, измельчаем их в крошку любым удобным способом. Можно измельчить все в кухонном комбайне, пропустить через мясорубку или измельчить с помощью скалки. Основа для медового торта готова и остыла, поэтому пора переходить к приготовлению крема. А крем будет простой и вкусный и готовится очень быстро. Подробный рецепт такого сметанного крема с вареной сгущенкой уже есть на канале. Ссылка в подсказках и в описании под видео. Приступаем к сборке торта. Берем плоскую тарелку или блюдо. В центр наносим немного крема, чтобы будущий торт надежно держался на тарелке и не сползал. Кладем первый медовый корж и наносим часть сметанного крема. Палеткой или обычной столовой ложкой равномерно распределяем крем по всему коржу. Затем снова кладем корж, наносим крем и таким образом собираем весь торт медовик. Нужно рассчитать количество крема таким образом, чтобы хватило на все 9 коржей и еще покрыть бока торта. Чтобы крема точно хватило, можно разложить все коржи на рабочей поверхности и распределить крем так, чтобы везде было поровну. А затем аккуратно собрать торт. Бока будущего торта тоже обмазываем кремом и посыпаем медовой крошкой. Убираем торт на некоторое время в холодильник, пока будем делать несложное украшение, имитирующее медовые соты. Для этого нам понадобится белый шоколад, воздушно-пузырьковая пленка и немного меда. Вырезаем круг из пленки и кладем на ровную поверхность выпуклой стороной вверх. Диаметр украшения выбирайте по своему усмотрению. Теперь поделюсь с вами легким способом быстро растопить шоколад, не используя ни микроволновку, ни плиту. К тому же при таком способе шоколад никогда не перегреется и не свернется. Просто перекладываем шоколад в кондитерский мешок, завязываем и опускаем в горячую воду на несколько минут до полного растворения шоколада. Наносим на пленку растопленный белый шоколад и сразу же разравниваем лопаткой или палеткой. Ставим заготовку в холодильник или в морозильник, чтобы шоколад полностью затвердел. Когда шоколад полностью затвердеет, достаем торт из холодильника. Аккуратно переносим на него пленку с белым шоколадом. Накрывать верх торта нужно той стороной, на которой находится шоколад. Ладонью осторожно прижимаем шоколад к поверхности торта, а затем аккуратно снимаем пленку. Она отходит довольно легко, но важно не торопиться. Наши соты готовы! Теперь обсыпаем верх торта медовой крошкой, стараясь замаскировать места перехода. Если осталось немного медовой крошки, ее можно сложить в пакетик и заморозить. Это очень вкусная и ароматная посыпка, например, для мороженого. Остается заполнить наши шоколадные соты жидким медом. Ну а теперь пчелки, которые сделают медовый торт еще наряднее. Крылышки можно сделать из миндальных лепестков, а тело из мастики. Даем торту время на пропитку, хотя бы три часа, но лучше всего оставить на ночь, так он станет еще вкуснее. Такой медовик никого не оставит равнодушным, обязательно приготовьте! Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а у меня на сегодня все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok